Книга «Открытым оком», 25 том, вопрос 3729, тема «Покаяние». «Я очень удивилась, прочитав в вашей книге, что Пушкин святой. Да у него было 113 любовниц и десятки дуэлей. Разве не так?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Так что же из этого следует? Только то, что он жил, как живут неверующие люди. Повесы, скандалисты и себялюбцы. Вот таким его и знали современники. А я говорил только о его смерти, как он умирал по-христиански. Есть сведения, что незадолго до его смерти у него были подвижки в сторону Евангелия, которое и было на его столе, и путешествие пилигрима Джона Буньяна. Он дважды причастился и спросил прощения у царя и умер. Александр, примиренный со всеми и с убийцей. Не могу же я не верить его другу Василию Жуковскому, который был при его смерти. Притом я ничего не утверждаю, только говорю о своем чувстве, что раб Божий Александр спасен Христовой жертвой, чего никто не сможет сказать ни о Владимире Маяковском, ни о Рубцове, ни о Высоцком. Где нет покаяния, там нет и прощения. 11 февраля 1827 года погиб Пушкин. Поэт в молодости был крайне дерзок. Декабрист Басаргин так писал о молодом Пушкине. «Знаком я с ним не был, но в обществе раза три встречал. Как человек он мне не понравился. Какое-то бритерство, человек, ищущий малейшего повода для вызова на дуэль за Дира, и желание осмеять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его говорили, что рано или поздно, а умереть ему на дуэли. В это время Пушкин не только использовал любой подходящий повод для создания дуэльной ситуации, но и сам провоцировал поединки. Дантес вряд ли стал бы провоцировать Пушкина на дуэль демонстративными ухаживаниями за женой Пушкина, если бы та не отвечала ему взаимными чувствами. Дантес женился на сестре Натали Екатерине Николаевне. Свадьба состоялась 9 января 1837 года. Сбешенный Пушкин отправил обидчику 25 января письмо с грубыми и резкими оскорблениями. Поединок стал неизбежен. Барьеры были на расстоянии 7 метров. Пушкин, быстро подойдя к барьеру, прицелился, чтобы выстрелить наверняка. Но Дантес выстрелил раньше. Пушкин упал на шинель секунданта, смертельно раненый в живот. Он нашел в себе силы, чтобы лежа прицелиться и выстрелить. Когда Дантес упал, Пушкин крикнул «Браво!», но француз быстро встал. У Александра Сергеевича развился перитонит. И спустя 46 часов после ранения он скончался. Маркер-экспресс, 6 февраля 2008 года, страница 15. «Почему из 113 женщин не нашлось ни одной, которая остановила бы это убийство?» 1 Царств 25-33 «И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя». Почему его не воспитали в евангельской вере? Римлянам 12, 19 «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Если знали, что Сашка такой задира, то где же были священники, которым он приходил на исповедь все эти годы? Если ценили его гений, то почему же не любили его?» Колоссянам 3, 15 «И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Когда святой апостол Павел свое неверие оставил и духом истину познал, он тотчас в каждой синагоге стал проповедовать о Боге и ко спасению призывал. И вопрошали все в смущении, не тот ли это, кто гоненье на Иисуса поднимал? Не он ли гибели искал познавшим новое учение? Но Саввл был крепок и силен, и каждый день речами он сомнения прежней россеев смущал дамасских иудеев и о душевной чистоте. Заботясь искренне и много, он говорил им о Христе, что он воистину сын Бога. Когда же волею небес пришел он в дальний град Эфес и силой божеского слова стал проповедовать о новой, загробной жизни, то к нему, забывши грешной жизни тьму, толпой сходились иудеи, и, веря в Бога-чародеи, собравши связки черных книг, на стогнах жгли открыто их. Жуков Жуков